Можем начать первое секционное заседание. Скажите, пожалуйста, слышно все в порядке, да? Да, слышно. Да, 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 хорошо. Нормально слышно. Да, тогда, значит, все присутствовали на пленарном заседании, слышали наши интересные доклады. Я думаю, что все, кто нужно были, доложились. Мне понравились доклады все, в основном, конечно, норвежский доклад, доклад представителей из Таиланда, профессоров, которые предложили нам сделать, в частности, публикации. Публикации в их журнале, который уже готов стать скопусным, их издание готово стать скопусным. В ближайшее время, о чем мне сообщил профессор Чарбвонг. И он предлагает сделать на английском языке по рекомендации оргкомитета нашей конференции, сделать там публикацию. Теперь я хочу предложить, ну, я хочу объявить первый доклад. Это Дмитрий Степанович Минчев, Simulation and Analysis of Internal Combustion Engines, Pressure Waves Charging. Дмитрий Степанович Минчев работает в Национальном университете кораблестроения, Николаевский, кандидат технических наук, доцент. Если готовы, Дмитрий Степанович, пожалуйста, делайте доклад. Да, добрый день, если меня слышно. Можно мне показать экран свой? Можно, да? Да, да, да. Отлично, отлично. Ну, прежде всего, я хочу поприветствовать всех участников конференции и поблагодарить Романа Анатольевича за очень хорошую организацию и интересных участников, и докладов, и возможность выступить. У меня такое не очень длинное, короткое сообщение. Доклад по поводу довольно интересного объекта изучения, связанного с моделированием рабочих процессов двигателя внутреннего сгорания, а именно со спецификой расчета и учета таких явлений, как волновые и резонансные явления в элементах газовоздушного тракта. Эти все расчеты выполняются в разрабатыванном нашей кафедре университетом программном сервисе Блицпро. Вот здесь есть ссылки, можно регистрироваться, можно участвовать в сервисе, абсолютно бесплатный. О чем здесь пойдет речь? Дело в том, что, как мы все прекрасно знаем, течение газа в элементах газовоздушного тракта двигателя внутреннего сгорания характеризуется очень непростой физической картиной. Во-первых, оно пространственное, трехмерное. Во-вторых, оно связано с такими явлениями, как вязкость, как местные сопротивления, вихреобразование. Немаловажным есть и вопросы инерции газового потока, а также распространение и отражение прямых и обратных волн давления, которые распространяются по элементам газовоздушного тракта, патруб и так далее. Конечно, данные явления имеют разное влияние на рабочий цикл разных двигателей. В большей мере они существенны для высокооборудных двигателей, особенно автомобильных, то есть тех двигателей, которые имеют частое вращения коленчатого вала около 3-4 тысяч хотя бы оборотов в минуту. Хотя и для судовых, среднеоборотных двигателей, даже для малоборотных двигателей явления инерции и явления волновые имеют свое влияние, и тем более для двухтактных машин. В данном случае мы поговорим о том, каким образом из всего этого спектра физических явлений при моделировании нужно, безусловно, выделить наиболее влияющие и наиболее важные, которые нужно учесть, чтобы получить корректные результаты расчетов. Потому что полный учет всех явлений требует решения трехмерной задачи вычислительной газовой динамики с решением системы уравнения типа новьестокса. И это связано с большими затратами и времени, и ресурсов вычислительных, и не всегда оправдано. И для ряда двигателей, особенно высокооборотных, неучет явлений, связанных со распространением волн давления, приводит к очень существенным погрешностям расчета, или даже невозможностью корректно рассчитать, например, для какого-то спектра режимов работы. Ну вот здесь на рисунке схематически показана сама физическая картина, каким образом возникают эти волны давления, как они распространяются. В данном случае рассматривается впускной патрубок, можно его назвать резонансным патрубком, который соединяется, соответственно, с впускным клапаном. Когда клапан открывается, и за счет движения поршня вниз создается разрежение в цилиндре, и возникает волна разрежения, которая со скоростью звука распространяется по газовому потоку в направлении к срезу резонансного патрубка, который может, например, соединяться с впускным ресивером. И вот эта волна движется со скоростью звука, доходит до среза патрубка, и, соответственно, сталкивается с рабочим телом, с воздухом, например, который находится в ресивере в повышенном давлении. В результате, когда она добежала, здесь диаграмма по времени, стрелочка показывает вниз, то есть увеличение времени, когда волна доходит до этого среза, она отражается от среза, то есть от воздуха, который находится в повышенном давлении, и уже в виде волны сжатия начинает распространяться в обратном направлении уже по ходу движения газа, тоже с местной скоростью звука. И спустя определенное количество времени достигает... Если длина впускного трубопровода и частота вращения двигателя будут подобраны оптимально, то возможно сделать так, чтобы к моменту, когда впускной клапан закрывается, вот эта волна сжатия дополнительного как раз добежала до клапана, и таким образом получить дозарядку цилиндра свежим зарядом. То есть уже в момент, когда поршень движется вверх, и клапан еще остается открытым, и зарядка получается как бы за счет вот этого резонанса, за счет того, что эта волна давления подхватывается. Вот на этом принципе, например, целый ряд двигателей уже достаточно давно оборудован системой впускных коллекторов изменяемой длины. Вот как показано здесь на рисунке справа, видно, что за счет изменения положения заслоночки можно опускать воздух из ресивера либо по длинному пути, либо по короткому, и, соответственно, получать в нужном диапазоне оборотов лучшее наполнение, ну и со всеми вытекающими, как бы, бонусами. Соответственно, необходимость учета таких явлений для ряда двигателей, потому что такие явления, они возникают не только на впуске, но и на выпуске приводят к тому, что математическая модель или сервис должна обладать ну каким-то подмоделями, способными обеспечить корректную реализацию этих методов. Вот наш сервис BlizzPro, он имеет, в принципе, три режима расчета вот этих явлений. Первый режим, так называемый, статический, это когда данные явления не учитываются вовсе, и впускной коллектор вместе с патрубками рассматриваются как единая нульмерная термодинамическая система с общими параметрами газа во всех точках. Ну, естественно, в данном случае невозможно учесть никакие из описанных явлений. Дальше есть упрощенный подход, который позволяет учесть только лишь инерцию столба газа вот непосредственно возле клапана в той части резонансных патрубков. и более развернутый одномерный подход нестационарный, в котором впускные резонансные патрубки разделяются на ну, определенные ячейки, то есть строится расчетная сетка и осуществляется полноценный расчет системы уравнений одномерного нестационарного течения идеального газа. Соответственно, в этом случае является возможным учесть и распространение волн давления, прямых, отраженных и массовых, и инерцию газа, и даже теплообменные трения с помощью применения специальных модулей. Вот здесь показана математическая основа, как это делается. Упрощенный подход фактически базируется только на уравнении сохранения импульсов в одноверной форме и, соответственно, учитывается инерция столба газа. Ну, а одномерный подход базируется на уравнении сохранения массы импульса энергии и на уравнении состояния газа, который записывается затем в характеристической форме и решается численно по методу предиктор-корректор. Ну, фактически, метод рунгикуда не явный второго порядка. Вот. Что позволяет как бы решить эту задачу. Ну, вот рассмотрим здесь в качестве примера результаты расчета рабочего, скажем так, процесса автомобильного двигателя, ну, в данном случае бензиновый, рабочим объемом 1600 кубических сантиметров. Это двигатель, который устанавливается, 16-клапанный двигатель на массовый наш автомобиль Chevrolet Rezas Lamos. 16-клапанный апельдовский двигатель. Он, кстати, также оборудован впускным коллектором переменного длины. То есть там двухрежимный впускной коллектор. Ну, вот видно, что если расчеты выполняются в статическом режиме, то, конечно, независимо от длины в данном случае в впускных патрубках резонансных коэффициент наполнения он постоянный. И для 2,5, и для 5 тысячах оборотов. Если рассмотреть упрощенный режим расчета, то мы видим, что и на 5 тысячах, и на 2,5 тысячах в общем инерция газового потока позволяет увеличить коэффициент наполнения. Причем так получается, что оптимумы достигаются при очень больших таких относительных длинных патрубков. И они имеют вот один такой явно выраженный максимум, что довольно нефизично. Ну, и вот в правом верхнем углу мы видим уже расчеты с полноценным одномерным учетом явлений в резонансных патрубках для 5 тысячах и для 2,5 тысячах оборотов. Видно, что имеются как локальные максимумы, так и локальные минимумы. И для каждого из скоростного режимов есть вот есть такая длина трубопровода, при котором достигается наилучшее наполнение цилиндра. Например, для 5 тысячах оборотов это около 200 миллиметров, а для 2,5 тысячах это вот уже ближе к 600 миллиметров. Ну, это и ниже в правом нижнем углу как раз показаны примеры экспериментальные экспериментального соответственно влияния длины впускного коллектора вот без впускного коллектора 200 и 380 и 545 миллиметров и 825 миллиметров на коэффициент наполнения. Ну, соответственно, здесь можно увидеть, что влияние и графики достаточно ну, скажем так, похожи. то есть тоже имеется несколько локальных максимумов и минимумов и в общем и целом картина достаточно схожа. Соответственно, если мы посмотрим, что же происходит уже непосредственно в цилиндрах двигателя, то мы увидим вот слева показана диаграмма насосных ходов вправо внизу. Здесь у нас показаны процессы газообмена. Мы увидим, во-первых, что генерация волн давления на впуске в данном случае она осуществляется за счет, конечно, поршня двигателя и, соответственно, приводит неизбежно к увеличению мощности насосных ходов. мы увидим, каким образом подбор или соответствие длины впускного коллектора скоростного режима и момент закрытия выпускного клапана может позволить как сильно увеличить заряд цилиндра. Надо, соответственно, изменить процесс наполнения и выпуска. Это для 2500 оборотов в минуту при оптимальной длине впускных резонансных патрубков 590 миллиметров. Ну и, соответственно, аналогичная картина для 5000 оборотов в минуту, но при длине уже 200 миллиметров. Вот здесь особенно видно, насколько большое сопротивление получается на выпуске при применении резонансного наддува за счет сочетания волн-давления. Если сравнить результаты расчетов в данном случае для двух режимов 2500 при оптимальной длине 590 миллиметров и 5000 при оптимальной длине 200 миллиметров, то можно увидеть, что конечно, вот для данных двигателей данного класса, которые используют эти эффекты, скажем так, пренебрежение их учета, особенно при длинных резонансных патрубков, приводит к огромным расхождению заводских паспортных данных двигателей и результатов моделирования, то есть крутящий момент без учета данных явлений 127 ньютонометров, а с учетом около 180 ньютонометров, то есть погрешность очень большая и можно сказать, что вообще невозможно корректно рассчитать рабочий процесс. Ну и также здесь интересно увидеть, что действительно мощность насосных ходов с применением резонансных явлений она существенно возрастает, то есть более чем в 5 раз больше, чем соответствующая мощность без использования данных явлений. Соответственно, если посмотреть, что происходит, ну, например, в двигателе судовом, в данном случае этот двигатель Верцела 4 или 20, то есть средиоборотный судовой двигатель, насколько там влияющие эти параметры, там достаточно длинные впускные такие каналы, то мы видим, что влияние также присутствует, вот, конечно, изменяются там и насосные ходы, и геограммы процессов газообмена, но в частности из таблички видно, что неучет данных явлений, то есть учет их только, например, инерции газового потока, приводит практически к тем же результатам расчета, вот, вы видите, что и учет, да, то есть, например, для этого класса двигателей можно вполне явлений, потому погрешности практически расчета нет, а, например, время расчета возрастает, ну, минимум четырехкратно, обычно даже больше, вот, то есть, для каждого двигателя, естественно, в зависимости от его конструктивных особенностей, необходимо применять тот или иной режим расчета, если посмотреть еще более детально на то, как влияет, например, длина впускных патоков, мы опять возвращаемся к автомобильному двигателю, то вот мы видим, что и мощность насосных ходов, и крутящий момент, и коэффициент наполнения, они, соответственно, будут немножко по-разному зависеть от длины, в зависимости от оборотов, и вот справа две колонки, они показывают уже влияние перекрытия клапанов, то есть, времени, в течение которого оба клапана впускные и выпускные одновременно открыты на параметры двигателя, но здесь тоже видно, что и фазы газораспределения естественно также влияют, особенно это заметно для больших оборотов, для 5000 оборотов в минуту, то есть, не только подбирается естественно, не только подбирается длина резонансных патрубков, но и фазы газораспределения, мы знаем, что второй как бы аспект, который применяется на подобных двигателях, это как раз регулируемые фазы газораспределения, хотя они применяются и на судовых двигателях, скажем так, среднеоборотных тоже. Если показать немножечко результаты расчета в плане анимации, то можно посмотреть, как по длине впускного патрубка резонансного изменяется соответственно скорость течения газа и давление в патрубке в зависимости от времени, ну вот за рабочий цикл, то есть тут видно, что, скажем, такие вот характерные по длине коллектора колебательные волновые движения наблюдаются, ну и соответственно вот они и определяют финальный, скажем так, уровень заряда в цилиндре. вот здесь более длинные коллекторы видим, что такие более детальные волновые скажем явления но они позволяют немножко как бы визуализировать ту картину расчетную которая происходит при синтезе рабочего процесса. Вот здесь мы можем еще дополнительно посмотреть для режима 2500 оборотов в минуту как раз на срезе клапана впускного как влияет длина резонансного патрубка на диаграмму давления на входе и скорости соответственно истечения газа через клапан. Мы видим, что чем длиннее патрубок 710 мм мы видим, что волны становятся естественно количество колебаний уменьшается потому что нужно в волне разряжения и сжатия пройти большую дистанцию соответственно на коротком трубопройте мы видим такое частое неоднократное отражение и распространение волн и на длинном там только три пика ну и соответственно вот 590 мм они обеспечивают наилучшее наполнение цилиндра мы видим, что как раз в последней третье скажем так открытого состояния клапана наблюдается рост давления перед клапаном и именно это позволяет наилучшим образом наполнить цилиндры в то время как например на 710 мм мы видим, что практически весь период открытого состояния клапана попадает в эту яму разряжения и соответственно заряда необходимого не обеспечивается аналогичные графики для 5000 оборотов в минуту здесь вот как раз оптимальный 200 мм и минимум что картина очень похожа с тем что получено при 2500 оборотах и 590 мм резонансного патрубка вот ну а 490 мм это пример плохого совпадения плохого сочетания опять же в зоне разряжения практически находится все вот это окно времени сечения пуска и последний как бы вот слайд который уже показывает влияние данных настроек на динамические характеристики автомобиля потому что программный комплекс BlizzPro позволяет в том числе рассчитывать нестационарные режимы работы двигателя ну в частности здесь рассчитана внешняя динамическая внешняя скоростная характеристика при разгоне вот автомобиля с максимальным ускорением да то есть дроссельная заслонка полностью открыта и тут показаны три режима то есть настройка впускного коллектора постоянной длины на максимальный крутящий момент это красные кривые то есть 590 миллиметров дальше настройка такого коллектора на максимальную мощность это черные кривые то есть там 190 200 миллиметров и вот коллектор переменной длины здесь голубой такой синей линии показан то есть который может переключаться с режима вот так как собственно и сделано в действительном двигатель данного автомобиля который на низких оборотах работает на длинном патрубке а на больших переключается на короткий патрубок причем и расчетно и и в действительности оптимальное переключение составляет где-то 3,5-3,600 вот туда до 4,000 оборотов минут ну здесь преимущество очевидное двигатель оборудованной системой изменения длины впускного коллектора обеспечивает автомобилю разгон ну на на очень значительное скажем количество секунд то есть за 66 секунд разгоняется против 83 секунд если это скажем так настройка на крутящий момент или 79 секунд если настройка на максимальную мощность то есть динамические характеристики автомобиля существенно возрастает что как бы достаточно ожидаемо ну собственно вот такое сообщение и действительно для разных двигателей нужно учитывать конструкцию и особенности впускной системы выпускной системы для того чтобы получать корректные результаты расчета соответственно я всех приглашаю заинтересованных в вопросах моделирования работы двигателей пользоваться ресурсом соответственно переходите по ссылке регистрируйтесь и буду рад если это будет кому-то полезно спасибо спасибо за внимание у меня доклад окончен спасибо спасибо дмитрий степанович очень содержательный доклад скажите пожалуйста у кого есть вопросы докладчику пожалуйста Александр Чередниченко доктор технических наук Александр Чередниченко спасибо добрый день всем присутствующим очень рад всех видеть к Дмитрию вопрос есть у вас волновые явления вы учитываете деформацию стенок трубопровода нет ну а как же здесь же у вас скачок уплотнения идет он очень сильно влияет деформация стенок или короткие трубопроводы деформация стенок трубопровода влияет в случае расчета топливной аппаратуры то есть там где течение топлива под очень высоким давлением здесь в данных расчетах например двигатель без наддува то есть то есть ну и в данном случае это не имеет как бы необходимости просто другая немножко физическая картина ясно все спасибо 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 еще у кого вопросы я думаю у Алексея возможно вопросы нет у меня есть вопрос Дмитрий скажите вот ваши расчеты я так понимаю что матмодель сложена это прекрасно что она находится на ресурсе доступная но идея в том что существует же много уже изготовленных заводским образом вот этих выпускных коллекторов и так далее они уже каким-то образом спроектированы и сделаны так вот идея в том может ли ваша математика софтвер вообще вот этот метод и математика ну как-то изменить конструкцию или видите ли вы где-то ну короче видите ли вы где-то дефекты например в существующей конструкции что можно было бы изменить чтобы действительно использовать этот эффект и такого импульсного наддува для существующих типов дизелей можно ли что-то сделать изменить предложить какие-то изменения полезные с учетом вашей математики Спасибо за вопрос. Конечно, можно проанализировать целесообразность, например, применение таких явлений и реализацию, например, на двигателях разных назначений. Безусловно, коллекторы получаются более сложные конструктивно, они более габаритные, их нужно размещать. И, конечно, гораздо рациональнее заранее на этапе проектирования оценить те преимущества, которые можно получить или нельзя получить. Например, с двигателем среднеоборотным, который был пример. Мы видели, что резонансные явления могут давать только минорные изменения рабочего процесса. И, возможно, не стоит за ними гнаться. В таком смысле можно сделать предварительную оценку. Более детальные расчеты уже с учетом трехмерного течения газа. Для этого нужно использовать коммерческие серьезные продукты, чтобы уже совершенно быть уверенными окончательно, если на этапе расчетов. А здесь можно достаточно обоснованно и достаточно надежно оценить целесообразность и с погрешностью плюс-минус 20-30% определиться с длинами и геометрией. Я бы вот так оценил. Спасибо. Сейчас еще вопрос Александру Витальевичу Белыбу. — Добрый день. — Парочку вариантов на коммерческом проекте просчитать и посмотреть, насколько эта сходимость, нисходимость будет. И, в общем-то, такой опыт уже обычный конструкторский железячный говорит, что как раз эта задача в одномерной постановке очень характерно считается. То есть, если бы вы сделали еще сюда караву... — Спасибо. — Спасибо большое. Ну, действительно, это было бы интересно. И если бы была возможность, у кого есть, может быть, доступ к таким коммерческим развернутым программам, я бы с удовольствием сделал такие параллельные симуляции, параллельные расчеты для того, чтобы определиться, насколько они соответствуют. Хотя, конечно, в любом случае, лучше расчеты сравнивать не с расчетами, а с экспериментальными данными, если они будут. Ну, то, что в моем опыте расчетном и сравнение с теми данными, которые декларируют фирмы-производители, видно, что, скажем так, основную часть явлений можно учесть с помощью одноверного подхода. Но, безусловно, они все, и есть сложные явления и газодиметических потерь, и трехмерные там всякие эффекты затенения каких-то участков и газа, и газовоздушного тракта, каналов, для которых надо привлекать более серьезные ресурсы. Но такое вот параллельное моделирование было бы очень интересно и мне в том числе. Спасибо. Так, еще у меня вопрос есть один, да, у меня такой организационный вопрос. Дмитрий, да, Дмитрий Степанович, это будет как-то входить как-то в будущую докторскую работу? Ну, безусловно, этот вопрос не является, скажем так, основным каким-то защищаемым, но он является как бы важным, потому что разрабатываемый сервис должен обеспечивать возможность использования на широком спектре двигателей. В частности, вот на таких двигателях не учет этих явлений, ну, фактически, как бы подвергается мнению вообще возможность применения сервиса расчетного. Это может вычеркнуть очень большую, просто потенциальную долю, скажем так, практического использования. Потому что есть люди, которые работают больше с автомобильными двигателями, соответственно, без учета этих явлений рассчитать просто двигатель, ну, практически невозможно в корректной форме. Спасибо большое, Дмитрий Степанович. Я хочу спросить следующего докладчика, который был готов выступить. Это совместный доклад Марченко, Польов, Леньков, Ликов. Анализ причин забиру поршнев, транспортных двутактных дизелев и возможных шляхов в решении цієї проблемы. Ликов готов сделать доклад? Ликов, да. Пожалуйста. Загальна тенденція развороту двигунів внутреннего згорания предпочитает постепенно повышение технико-экономических и массогабаритных показников. Один из направлений, который позволяет это сделать, это, например, форсирование двигуней. Но подчас форсирования двигуней выникают такие явища, как, например, задир поршня, або втрата физической надежности, особенно теплонапруженных детальней. За загальним переконанием фахівцов, вихід з ладу поршнів повязывается как раз с форсированием и частыми эксплуатационными изменениями режима навантажения двигуней. Для поршнів характерные явища, такие как задир бичной поверхности, руйнувание межкельцевых перетинок. Но актуальность проблем суттєво загостряется при форсировании. Особенно на святлинах тут показаны корпуси поршнів, которые имели появление задирива в период обкатываниях пробований. До того же, они начали в области отвора под палец. Для четырехтактных двигуней такие проблемы решаются благодаря выбору материалу в зоне отвора под палец. Но для двутактных двигуней такие решения не бажаны через властивості конструкции. При форсировании двутактных двигуней с алюминиевым корпусом виникает задача установления тому меж застосования, принятих конструктивно-технологичных решений и использования этих материалов. Теория и практика сучасного двигунобудования показывают, что в зависимости от конструкции, технологий або конструкционных материалов, ці межі не є однаковыми. И для різных поршнів, різных двигуней, різного призначения, вони різні. Було доведено, що під час випробування та експлуатації основним фактором, який впливає на втрату фізичної надійності поршня, є повзучість матеріалу. Тому забезпечення надійної роботи цього поршня в цій зоні навантаження конструкції при параметрах температури напруженого стану повинно не перевищувати мивжу повзучасті. Важливо, що першневі алюмінієві сплави мають специфічний графік, який розділяється на дві ділянки повзучасті. Ну от ліворуч є графік, де показані саме дві зони, основні зони. Перша з цих зон відповідає зміцненню матеріалу, тобто зменшенню швидкості повзучасті. Її тривалість у часі десь 5 або 20 годин. Тому якщо у нас виявляється за десь саме під час обкатувальних випробувань, то це саме треба розглядати цю зону. Друга ділянка є основною. Відповідає незмінному в часі швидкості повзучасті. І тому вона визначає життя двогона у подальшій експлуатації. Під час цикличних навантажень деформування алюмінію при накиданні і скиданні навантаження дизеля має вигляд, який представлений на графіку всередині. Тут деформація складається з пружніх та пластичних деформацій. Під час появи навантаження матеріал спочатку себе веде як усі матеріали і проходить пружня деформація. Потім, не доходячи до навантаження текучості, починається вже пластична деформація. Після скидання навантаження матеріал повертається в свій початковий стан, але накопичена деформація залишається. Праворуч показана схема, де були виявлені під час обкатувальних випробувань саме задири біля отвору підпалиці. Це дає нам можливість стверджувати про доцільність припущення про наявність деформації повзучасті. Ми у роботі запропонували методику визначення межі повзучасті для незміцненого матеріалу, тобто з урахуванням його деформування тільки на першій ділянці повзучасті. Для визначення деформації повзучасті термічних напружень використовуємо наступні залежності, які представлені на слайді. На цій основі намі отримані дані для межі повзучасті незміцненого першневого алюмінієвого сплаву АК12М2МГН. Видно, що в залежності від перетину на поршні температура у одніх і тих же точках відрізняється майже на 20 градусів. А, як було сказано, від температури залежить як швидкість повзучасті, так і межа розташування повзучасті. На даному графіку якраз і показані розрахункові дани теплонапруженого стану алюмінієвого сплаву АК12М2МГН. Тут межа повзучасті показана червоним. І на цей графік нанесені термонапружений стан у зоні над отворим над пальцем. Точки, які знаходяться праворуч, це точка безпосередня над отвором під палець. А точка, яка знаходиться ліворуч, це точка, яка лежить під кутом 45 градусів до площини, яка проходить через ось отвору під палець. З графіку видно, що декілька точок випадають праворуч за межу повзучасті матеріалу. І саме у цих точках, в цих зонах має місце процес повзучасті. Тому висновки наступні. Практика довела, що конструктивно-технологічні рішення та матеріали сучасних фарсованих двотакних двугунів практично вичерпали свій запас фізичної надійності. Проведення розрахункових досліджень підтвердили теоретичні припущення і практичні спостереження щодо втрати надійності корпусів поршнів, зокрема з алюмінією АК12М2МГМ. Та дозволили пояснити причини і механізму творення аварійних ситуацій. Використання отриманих даних дозволяє забезпечити застосування запропонованої методики також при аналізі появи задірів на бічній поверхні поршнів в площіні качання шатуна як для двотактних, так і чотиротактних двугунів. Дякую за увагу. Дуже дякую. Вопросы є? Якщо виправді, то по-моєму є. Вопросы, вот, Олександр Віталійович. Да. А вопрос у меня такой. Вот там, в заводі, эта проблема в какому-то виде была решена все-таки. І як це було зроблено? Тому що прошло достаточно багато часу після її возникновення. Був заменен матеріал? І все-таки був заменен профіль поршня? І просто стали соблюдати технології? Ось якраз третє. К сожалению, були виявлены ряд нарушений. Ми розсматриваем варианты, які, ну, полностью соответствують требований чертежной документации. Вот, поэтому була попытка перейти на другой материал. Вот почему здесь мы произвели расчет именно с материалом АК-12М2МГН, то есть АЛ-25. А вообще-то базовий вариант – это АК-4. Ну, ми планируем провести расчеты согласно этой методике с этим материалом. Вот, и как раз, когда перешли на АЛ-25, вот появились вот эти задиры в районе пальца. Была масса различных доводов, предположений, в том числе, что не то моторное масло, можно много чего услышать. Потом вернулись к АК-4, опять были проблемы, но в ходе разбирательства выяснили, что были отклонения от технологии. Ну, и просто вот это и повлияло на те задиры, которые имели место. Сейчас действительно худо-бедно, в том числе при моем участии, порядок навели в технологии, именно в технологии. Дисциплину подтянули, рабочую. И на сегодняшний момент можно говорить, что мы ушли от задиров. Да, их нету, но все это показывает, что мы фактически на ленточке. Если мы дальше начнем форсировать, ну, нужно будет уже что-то, наверное, действительно делать радикально. На данный момент мы обрабатываем тот опыт, который у нас есть, те факты, которые есть. Спасибо, спасибо. Ну, все-таки рассматривается ли переход на высококремнистые сплавы? Там, где кремния больше 20%. Пока что такой вопрос не стоит. Пока что не говорят. И, скажем так, те, от кого зависит на заводе тот или иной переход, я вот попробовал поднять вопрос, ответ был один. Чем тебе не устраивает этот материал? Я говорю, что мы на ленточке, но это еще надо доказать. Вот когда будем форсировать машину, тогда посмотрим. А пока что вот остаемся на АК-4, то есть на вот этих вот, которым фактически кремния-то и нет. Нету, нету. Ну, спасибо, спасибо. Спасибо. Следующий доклад, у нас заявлен следующий доклад, это Романенко-Белогуб, Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского, Харьковский авиационный институт. Название доклада «Особенности моделирования рабочего процесса шестеренного насоса». Романенко, если готовы, сделайте доклад, пожалуйста. Романенко не на связи, получается. Так, хорошо. Романенко, когда будет готов Романенко, дайте нам знать в общий чат или мне в чат или в чат Чармейн, что вы готовы. Следующий доклад, заявленный был, заявленный доклад был Чешкала. Основные методы диагностики стану судного дизельного двигуна, Национальный техничный университет, Харьковский политехнический институт. Готовы? Следующий доклад Купрати «Программ-код for Autonomous Main Engine Control in Programming Environment» от ЛАП Одесса National American University. Пожалуйста, делайте доклад, если вы готовы. Добрый день. Секундочку. Я прошу внимания всех докладчиков. И следующего, господин Купрати, если всех докладчиков касается то, что у нас регламент определен заранее, это 10 минут доклада. Пожалуйста, выдерживайте регламент. Прошу, начинайте. Конечно. Сейчас презентация хорошо видна. Значит, суть работы заключается в следующем. Основная цель – это интегрирование средств управления. Двигатель, как объект управления, является частью комплексного объекта управления судна плюс двигатель. То есть невозможно управление двигателя, если мы не знаем обстановку вокруг судна, и невозможно управление двигателя, если мы не знаем его показания. В данной работе показывается непосредственно программный код для обработки информации от датчиков системы, разработанной профессором, доктором химических наук Варбатсом Романом Анатольевичем, который согласился предоставить мне исходный материал, который выдает эта программа. Благодаря этому исходному материалу мы можем писать программный код, который будет уже обрабатывать эту информацию. То есть мы берем данные от программы Depast, обрабатываем эту информацию, превращаем ее в матрицу, и после этого уже непосредственно можно принимать какие-то решения в автономном режиме. То есть суть работы заключается в том, чтобы создать устройство, которое сможет автономно принимать решения без участия человека. Но, опять же, чтобы этого добиться, нужна интеграция всех средств мониторинга и диагностики двигателя, а также всех средств мониторинга вокруг судна. Конкретно в данной работе рассматривается мониторинг двигателя, а именно мониторинг давления внутри цилиндра. В начальном виде данные от системы диагностики Depast 3.1H выглядят вот так. Далее мы их обрабатываем в Excel и превращаем в матрицу. Но при первой обработке эти цифры превращаются в текст. То есть их еще нельзя использовать как базу для программирования. Поэтому проводится еще одна обработка с помощью функции TnumpBValue. И эта обработка уже все эти значения превращает в цифры, с которыми может работать MATLAB. Перед тем, как показывать код MATLAB, я хотел бы социтировать внимание, что преобразование было существенно правильно. Вот я сделал диаграммы всех цилиндров. И диаграмм показывает, что преобразование из начального вида в конечный было правильным. То есть MATLAB будет обрабатывать правильные данные. Вот непосредственно программный код. Программный код в MATLAB состоит из двух частей. В первой части MATLAB как среда программирования определяет максимальное значение давлений по цилиндрам. То есть в данном случае мы берем двигатель судна Lila Shanghai и высчитываем сразу максимальное значение с помощью функции X-Series Read и Max в MATLAB. Дальше, значит, наше управляющее устройство, которое будет запрограммировано соответствующим образом, оно будет принимать решение в зависимости от тех вводных параметров, которые мы ему даем. То есть если мы ему даем, как здесь у меня, 140 бар, это у нас давление, когда надо сбрасывать обороты, то при 140 барах, соответственно, будет приниматься решение, вот как здесь написано, Reduce RPM. Следовательно, когда у нас, ну это у нас при случае, если у нас больше 140, но меньше чем 150 бар, то принимается такое решение. Причем это решение принимается вне зависимости от того, в каком цилиндре это произошло. То есть мы сразу проводим анализ всех цилиндров. Если в каком-то из цилиндров происходит повышение давления выше 140, но меньше 150, управляющее устройство автоматически будет снижать обороты. Далее переходим к следующему этапу. Если у нас уже давление больше 150, то есть управляющее устройство, как бы оно принимает два решения. Сначала оно сбавляет обороты. Если при этом у нас давление не падает, а продолжает расти, достигает 150 и выше, то тогда принимается решение об установке главного двигателя. Вот непосредственно как это работает. То есть в MATLAB это выглядит как всплывающее окно, которое называется ORDER, и в нем, значит, принимается решение. Если давление ниже 140, то никаких изменений не предполагается. Видите, MATLAB выдает normal condition, keep on manager working mode. То есть все в норме. Если же у нас начинается превышение выше 140, но меньше 150 бар, как вот здесь, то, следовательно, соответствующее решение сразу всплывает уменьшение оборота. Если у нас давление поднимается выше 150 бар, то тогда управляющее устройство принимает решение о остановке главного двигателя. Ну, в принципе, здесь выводы, как я уже говорил, непосредственно связаны с ходом программирования. То есть первый этап – трансформация выполнена правильно. Программный код определяет максимальное значение и, следовательно, принимает соответствующее решение в соответствии с показаниями по каждому цилиндру. Таким образом, данный доклад – это как бы часть общего мониторинга. То есть здесь мы смотрим давление. Аналогичным образом будет работа связана с температурами. И, кроме всего прочего, это все будет еще соединяться со всем мониторингом, который происходит на мостике. То есть навигационный мониторинг плюс мониторинг главного двигателя будет все это соединяться в один блок и приниматься решение на основе всей информации. Я вообще по специальности судоводитель, моя научная работа как бы на стыке находится. Поэтому основной аспект, что касается двигателя, это обеспечить его беспрерывную безопасную работу и в случае необходимости обеспечить его безопасную остановку. То есть это основные вопросы, которые затрагиваются в моей работе. У меня все. Спасибо. Спасибо за доклад. У кого есть вопросы по докладу, по докладчикам? У меня есть вопросы, можно? Андреянко Вячеслав хотел бы задать вопрос. Да, слушаю. У меня слышно, да? Да, да. Александр, здравствуйте. Здравствуйте все участники. Спасибо за возможность задать вопрос. Хотелось бы узнать вашу систему в будущем, которую вы планируете, скажем, я так понимаю, что она планируется для того, чтобы была возможность без экипажного управления судна, безопасного, ну как элемент, наверное, этой системы. И возможно ли работа вашей системы интегрировать и интегрировать ее в будущую вашу систему, в действующие уже системы, которые установлены на суд. Да, безусловно. Здесь просто возникает вопрос о симуляции. То есть для того, чтобы проводить такие интеграции, сначала нужно создать симулятор в лабораторных условиях. Следовательно, когда симулятор будет создан, причем это должна быть сначала базовая версия симулятора без устройства, и далее мы уже к базовой версии симулятора мы подключаем соответствующее устройство, которое может быть запрограммировано как дополнительный компьютер, потому что у нас все сейчас компьютеризировано, или как навигационный робот. То есть мы можем, в принципе, на любое судно, если у нас есть готовое устройство, мы его можем на любое судно поставить. Вопросы в испытаниях. То есть испытания, естественно, нужно сначала провести на симуляторе, а потом нужно это ставить на обычное судно. Ясно, спасибо. Ну, как бы ваш проект планируется, вы его как бы готовите к безэкипажному управлению судна, ну, или в первом приближении с максимально укороченным экипажем, правильно? Ну, смотрите, изначально, как бы, я, это если взять конкретно мое мнение, я считаю, что нужно сначала это испытать на военных судах, потому что там несколько другие задачи. То есть внедрить это на военные суда сначала, вот, чтобы оно там, допустим, проработало 5 лет, 5-10 лет на военных судах. После того, как это будет успешно внедрено на военных судах и устройство будет справляться со всеми задачами управления, тогда уже переходить на торговый флот, но это должно быть поэтапно, потому как различные суда имеют свои особенности. Например, если речь идет о газовозе, вот там нужно еще рассчитывать все вот эти инерционные моменты, которые мы должны соблюдать, когда судно подходит к манифолду. То есть это дополнительный объем программирования, так как там скорость приближения судна к манифолду должна составлять не более чем 0,25 узла при стыковке. То есть это тоже должно учитываться. И в любом случае это устройство должно перестраиваться под тот тип судов, на которые мы собираемся устанавливать. То есть есть своя специфика. Спасибо большое. Спасибо. Смотрите, я могу только по докладу сделать одно небольшое замечание, потому что тут упоминалась наша система, система мониторинга. Мониторинга, так вот, у нас сейчас уже долгое время актуальная система D4.0H. Не 3.1, а D4.0H. Т, причем T, потому что там еще она объединяет также... Она объединяет также... Я вышел из сети, да? Не-не-не, вас слышно. Да-да-да, хорошо. То есть она объединяет также еще турбину, то есть данные мониторинга не только по рабочему процессу, но также по турбине. А в целом все хорошо, можем пожелать успехов докладчику, всего хорошего. И следующий доклад у нас... Если я смотрю, кто по очереди, я спрошу еще раз, готов ли товарищ Романенко? Да, я готов. Меня слышу? С монитором Белымовым. Вы готовы? Меня слышу? Я, да. Мне слышно, нормально? Да-да-да. Да, еще раз. Особенности моделирования рабочего процесса шестереного насоса. Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского, Харьковский авиационный институт. Пожалуйста, запускайте презентацию. Десять минут выполните регламент. Десять минут. Так? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Мой доклад будет по теме особенности моделирования рабочего процесса шестереного насоса. Это исследование является как раз основным для диссертационной моей работы. И теперь про откуда вообще возникла эта задача. Задача возникла в момент, когда решили модернизировать топливную систему авиационного газотребиного двигателя, контрольного, достаточно большого, и заменить два шестереных насоса, нечехходных, одним быстроходным насосом. И возникла тогда достаточно сет проблем, связанных с тем, что для сохранения габаритов, для сохранения массы и даже уменьшения необходимо увеличивать скорость вращения приводной рессоры и, следовательно, скорость вращения шестерен, что за собой повлекло ряд негативных последствий, таких как нестабильная работа системы торцевого поджима, нестабильная работа системы вытеснения жидкости с межзубового пространства в зоне зацепления. Все в порядке, вас хорошо слышно, продолжайте. Окей, потому что у меня что-то зависает. И перед нами поставили задачу исследовать, а в чем же причина и как можно реализовать этот проект. Можно так же самое еще подвести к тому, что обычная разработка шестерен, насоса, в принципе, любого агрегата идет по цепочке проектирования, испытания, доводка и потом только серийное производство. И на этапе испытаний и доводки может быть неопределенное количество циклов, когда пытается получить нужные параметры, довести до нужного ресурса. И в основном это происходит из-за того, что недостаточно изучен рабочий процесс, недостаточно изучен, в принципе, сам узел и не совсем понятно, как он работает. Можно, конечно, сказать, что шестерен, насосы очень давно используют. Все как бы просто и понятно, но, как оказалось, не совсем. И целью этого исследования является изучение усовершенствованных существующих методик рабочего процесса, моделирования рабочего процесса. И основная задача – это исследование заключается в создании расчетного модуля и валидации, точнее, даже верификации моделей на реальных конструкциях. В прошлый раз я также рассказывал об этом проекте, но это была первая часть, и в ней мы проанализировали, какие вообще существуют на сегодняшний день подходы моделирования рабочего процесса на СОСе. И это, в принципе, два основных. Это посредоточенные параметры модельки, типа как в Matlab Simulink или там в ряде еще программных продуктов визуального программирования, или это более такой ресурсоемкий расчет – это использованием CFD-пакетов. Мы проанализировали модели и первого, и второго типа, и после анализа моделей в Matlab Simulink было принято решение, что данная модель недостаточно описывает рабочий процесс, происходящий в рабочей камере. Вот также еще немножко об анализе того, как ведут себя шестерни, и о том, какое есть представление о рабочем процессе. Если обращаться к классическим подходам и классическим объяснениям в книгах, то в них написано, что распределение давления в окружном направлении вокруг шестерни является линейным. Но если посмотреть на следы износа по корпусу, видно, что шестерни очень сильно смещены в сторону входа, в сторону низкого давления под углом где-то градусов 30. что изменяет, в принципе, распределение давления в зазоре и изменяет усилия, которые действуют на подпятник и на систему торцевого поджима. Это было, в принципе, доказано достаточно простым расчетом с использованием самой простой модельки, можно сказать, даже двухмерной, ну, одномерной все же, потому что это расчет изменения давления, зависимость изменения от зазора, и он показывает, что у нас могут быть крайние случаи, это перепад на одном зубе, вот в этой зоне или перепад давления в этой зоне. Это вот относительно того, что также следует дальше исследовать поведение динамики самошестерни и то, как, в принципе, изменяется давление рабочей полости, так как это является нагрузкой для системы торцевого поджима и является основной задачей при проектировании шестереном ососа. И следующим этапом было как раз моделирование рабочего процесса. И мы подошли к этому вопросу и поняли, что достаточно ресурсная задача, ресурсный подход и требует очень много вычислительных мощностей, требует очень много времени соовой настройки, отладки. Вот это вот двухмерная моделька, количество элементов здесь в районе трех миллионов. и если говорить по времени, сколько это занимает настройка и отладка этой модели, это где-то в районе, может, месяца два и так далее. Для того, чтобы, в принципе, получить вот такие результаты, было проведено исследование различных моделей турбулентности, различных исследований вообще того, что существует сейчас и публикации, которые есть. И было принято решение, что лучше всего будет описывать этот процесс течения. Так он, если видно, здесь достаточно большие вихри, срывное течение. И этот процесс лучше всего описывает модели, которые комбинируют подход run-slace модель. Ну, сейчас, следующий слайд. И вот также распределение давления. Что очень интересно видно, это как раз вот переходы в зоне зацепления, повышение и снижение давления. Это вот тоже как раз самый интересный момент, потому что проанализировав, в принципе, как меняется давление в окружном направлении, мы пришли к выводу того, что в этих вот участках ничего критического, что может влиять на работоспособность всего узла и работоспособность шестеренок, в принципе, нет. И нужно исследовать вот как раз зону зацепления, все, что происходит здесь, как ведет себя жидкость и что, в принципе, с кавитацией происходит. Сейчас, следующий слайд. И после этого было проведено также исследование литературы и найдены исследования, которые проводились по визуализации. Сейчас я на следующем слайде, то я выношусь к этому. И, так сказать, чудесным образом были обнаружены результаты визуализации рабочего процесса в шестеренном насосе, который проводила киевские ученые из политехнического университета и, в принципе, вот, защищая диссертацию по этому вопросу. И мы пришли к выводу то, что использование их результатов очень классно может быть реализовано для верификации нашей расчетной модели и для того, чтобы сказать, что да, выбранная модель турбулентности и выбранная характеристика и течение очень похожи и подходят нам. Вот есть сравнение трех положений шестерен и того, как образуются вихри. Вот на первой картинке видно, на второй тоже, в принципе, характер течения видно. И сейчас вернемся к этому. Вот как раз была создана моделька с симуляцией как раз течения жидкости в межзубовом пространстве в зоне зацепления. Дальше был проведен анализ распределения давления для различных частот вращения приводной ресор. Это исследование было необходимо для того, чтобы оценить, как будут меняться понижения или повышения давления в зоне зацепления. Вот приблизительно такой результат. Это тоже предварительно. Все будет еще пересматриваться, доводиться многому чего и пересматриваются некоторые методики и расчеты. И, в принципе, дальше планируется создание анализ возможностей вообще проведения трехмерного анализа, потому что, как показал расчет, что необходимы очень большие вычислительные мощности, так как для этой модельки, что сейчас было преддемонстрировано, это двухмерная модель, и расчет выполняется для оборота четырех-пяти зубов где-то в районе недели, что достаточно затратно, так как это все нужно отлаживать, нужно смотреть, как ведет себя моделька, она может достаточно часто окрашиться, и дальнейшее планируем как раз заняться этим вопросом, чтобы можно было в последующем ставить задачи, например, анализа влияния на течение жидкости каналов с разгрузкой и выбор оптимума для модернизации системы и, в принципе, разгрузки системы. У меня все, доклад окончен. Спасибо, спасибо за доклад. Единственное, что я еще раз напоминаю всем следующим докладчикам по поводу регламента. Мы пока не прерываем докладчиков, потому что их не очень много, но, наверное, будем это делать. Следите за регламентом, пожалуйста. Вопросы к докладчикам? У меня тогда общего плана вопрос. Смотрите. Кроме того, что это очень интересная визуальная модель, вот, работы шестереного насоса, которая, конечно, полезна, вот при обучении и полезна будет показать студентам и так далее. А вы какие-то другие выводы, кроме обучающей функции вот этой своей модели делали, в частности, по изменению конструкции или какие-то предложения по оптимизации работы, есть какой-то вывод практически с вашей исследованием? Да, смотрите. Первое, что было обнаружено даже просто по визуализации, это объяснение того, почему появляются следы кавитации не в зоне зацепления, а немножко за ней. И это объяснялось как раз теми вихрями, которые срываются, и дальше они закручиваются, и дальше схлопываются. Вот как раз вот это было объяснением в принципе природы появления кавитации в зоне, которой ее не должно быть, которые в принципе даже канавки там не делаются. И это было как раз одним из ноя. И дальнейшее, я же говорю, сейчас было важно верифицировать расчетную модель, чтобы мы могли сказать, что выбранный расчет, выбранный подход является валидным, и он соответствует реальности. Это вот как раз верификация на визуализации этого процесса. Последующее, это как раз уже переход к более сложной модельке, и практическое, это исследование влияния параметров канавки под разгрузочные на рабочий процесс, потому что это по сути является единственным таким регулирующим параметром в самом насосе, а все остальное зависит от того, что происходит в этой зоне. Спасибо. Спасибо докладчику. Я хочу дать немножко внеочередное слово. Вот докладчикам девушка у нас есть Воловик, аспирантки, они готовы уже давно. Воловик, Стенгач, Калинищенко, Александровская, Кауров. Подвыщение энергоэффективности для вантажных и пассажирских судов на ДЭСКИ Национальный морский университет. Прошу подготовиться к докладу ГОРБ Будуров, модернизированная система корректировки упора грибного винта. А сейчас доклад Воловик. Кто будет докладывать? Катя, вы будете, да? Да, добрый день. Надеюсь, меня слышит. Пожалуйста, да, да. Пожалуйста. Я буду докладывать, и потом еще после меня Александра Стенгач, мы вместе. Вот. So, good afternoon, everyone. My report is in English, and I'll speak about energy efficiency improving for cargo and passenger vessels. So, first of all, ships' energy efficiency is nowadays crucial for global shipping industry, because this is all about increasing of operational costs and competition between shipping companies. So, due to this reason, new technologies have been widely applied on whether new build ships or existing ships. However, in practice, they sometimes do not result in desired energy efficiency due to lack of system level considerations and real operating conditions. And assuring that new technologies and solutions achieve the desired performance is still a big challenge for the shipping industry. So, here we will describe some most popular and common aspects of energy efficiency and ship operations optimization. So, the first part that I'd like to talk about is hull optimization. So, when assessing the hull form optimization, the owner has three options. First option is to accept the standard readily available hull form and propulsion system. Second option is to modify the existing and preferably well-optimized hull form to address the expecting operating profile. And the third option is to develop a new design. So, here are some examples of hull form optimization. The first one is the well-known bulbous bow. So, in the picture, we can see the wave that is created by the ship's hull, which is a green color, the wave that is created by the bulbous bow, and the summery wave, which is the red color. So, this increases the ship's speed and minimizes the water resistance. And another option, another option, which is not that popular yet and it's applied mostly on cruise ships and on ferries is the ducktail. It's this part of the ship. So, this is located on the stern of the ship and this increases the length of the water line. So, in the end, it results in 3 to 7% of the energy efficiency improvement. Also, one of the options, which is not that popular yet, is interceptor trim plane, which we can see here. So, this is installed as well on the aft of the ship and it bends the water flow down. So, in the end, the propeller and the rudder receive more water flow and this is why the efficiency is as well improved. So, this is more efficient than a conventional trim wedge and according to Wartzilla, this improves the efficiency from 1 to 5%. So, on this slide, we can see some other means of improvement. This is the shaft line arrangement and the skeg shape. So, this is the skeg shape and here we can see the streamlining. So, in other words, this can be called minimizing resistance of hull openings, which together improves the form of the hull and reduces the resistance of the water flow. So, now I will pass the word to my colleague, Alexander. Good afternoon, everybody. Greetings to everyone one who has joined our conference. I will introduce the next steps, methods of improving the energy efficiency. First, this will be hull cleaning. It's another important aspect to improve ship energy efficiency during operation by reducing their physical and biological roughness that increases with time and hence avoid the increase in the propulsion power demand. Then another one will be the propeller optimization. According to Wartzilla, potential areas to increase ship propulsion efficiency are the first one is CPR, counter-rotating propulsion, are reported as one of the most efficient propulsor and single propeller vessels can achieve 10 to 15% of power reduction. The second one is a proper propeller design that gives from 2 to 4% improvement in propeller efficiency. Propeller-ruder combination, this is the third one, this by combining the propeller and rudder, it gives from 2 to 6% of improvement of fuel efficiency can be achieved. adding a propeller or duct can give 5% of fuel savings. Another one is a constant versus variable speed operation and comfortable pitch propellers. Pulling thrusters can save up to 15% of propulsion power due to undissipated water flow to propellers and less resistance. And the last one this will be the autopilot improvement. Rudder movement adds drag to the hull and increase resistance. Minimizing the number of times the rudder is used and the amount of rudder angle that is applied to maintain course or execute a change of course will save fuel. This is true under manual steering as well as when an autopilot is engaged. Allowing large course deviation will reduce the rudder use and unregular movement but may also increase the distance sailed. Making wise choices and having an autopilot can minimize rudder use in any type of seaway may result in up 1% of saving of fuel over a pulley turned autopilot or manual steering. As a result we can make a conclusion energy efficiency on a merchant ship occupies one of the key roles in the global shipping industry. According to the methods of saving technologies can be implemented in various ways such as by optimizing the speed of the vessel with the help of specific software making a course change to tackle rough weather health clinic in dry dock installing heat recovery method etc. All these methods help in increasing the ship efficiency and optimizing the ship operation. That's all. Thank you for listening. Thank you for the report. Thank you. Thank you. Thank you. I have a question to the doctor. I have a question to the doctor. либо обработку бульбы, я так понимаю, обработку, покраску. Мне просто интересно самому, как, скажем так, шершавость состояния бульбы может повлиять на скорость судна, в частности, на ваш вопрос, это коэффициент энергоэффективности, как он может поменяться. В первую очередь интересует, например, зависимость шершавости бульбы от падения скорости судна, при этом пофиксированной, той, на которую рассчитан бульб. Спасибо. Ну, можно ответить следующим образом, что это имеет влияние на количество присоединенной воды, то есть понятно, что когда нет шершавости, судна покрашены и так далее, то количество присоединенной воды и водорослей и так далее будет меньше, то есть это улучшает скорость судна. Но тут речь не только о бульбе, а вообще в целом о корпусе, который находится под водоролиней, то есть в этом плане. Ну, а также у меня было, в принципе, про саму форму корпуса, то есть одно из аспектов – это очистка корпуса и покраска его. Спасибо за доклад, желаю вам успешной работы. Спасибо. Готовы следующий доклад? Сергей Иванович Горб и, не знаю, отчество Будуров. «Подернизированная система корректировки упора грибного винта». Готов доклад? Да, да, готово. Пожалуйста, да, это, значит, еще раз, Национальный университет, Одесская морская академия, профессор, доктор технических наук Сергей Иванович Горб и вы его аспирант, да? Ну, да, получается. Да, аспирант господин Будуров. Пожалуйста, делайте свой доклад, напоминаю про рекламент, 10 минут. Хорошо, Сергей Иванович, и не получилось сегодня, поэтому я буду доклад делать один. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашей работы – это модернизированная система корректировки упора грибного винта фиксированного шага. В данном исследовании предлагается усовершенствованная модель системы корректировки упора грибного винта, которая может применяться практически на всех типах судов с винтом фиксированного шага. Применение предложенной модели обеспечивает улучшение рабочих процессов главного двигателя в реальных условиях плавания судов. На слайде изображена модель системы дизель управления подачей воздуха на винт. Получается, на следующем слайде показаны результаты моделирования. Слева рисунок при периоде 4 секунды, который соответствует угловой частоте 1,57 радиан за секунду. Справа показан рисунок с периодом 36 секунд, который соответствует угловой частоте 0,17 радиана за секунду в настройках синусоиды. Получается, когда частота мала, нужно настраивать время интегрирования таким образом, чтобы даже на малую частоту и большой период система не реагировала особо, если это колебание низкочастотное. Система должна реагировать только тогда, когда среднее математическое ожидание поднимется. Поэтому время интегрирования нужно настраивать на худший вариант. Из анализа графиков, переходные процессы в двух крайних точках по частоте волнового момента сопротивления можно сделать вывод. Чем больше период колебания, тем больше возникает необходимость подрегулировать интегральный регулятор подачи сжатого воздуха на винт. Ранее проведенные исследования показали, что при тяжелом винте и использовании для его привода малооборотного двухтактного двигателя с изобарной системой на дуо, а также среднеоборотного четырехтактного дизеля с импульсной системой на дуо. За счет регулирования параметров дизеля в условиях перегрузки нельзя достичь кардинального повышения эффективности работы главного двигателя на винт фиксированного шага. В связи с этим решение проблемы предложено искать в изменении гидродинамики грибного винта. В этом плане представляется интерес техническое решение, представленное на слайде, которое состоит из устройства подготовки сжатого воздуха, клапанов, кольцевой насадки с воздушными соплами и системой управления упором грибного винта, предложенной в перечисленной высшей работе и показанной далее на слайде. Сжатый воздух через управляемый блок клапан поступает к воздушным соплам кольцевой насадки и далее в рабочую зону грибного винта. К блоку управления поступают информационные сигналы от датчика частоты вращения через блок усиления, регулируемый потенциометром, датчик хода рейки топливных насосов и функциональные преобразователи, которые для каждого значения частоты вращения воспроизводят паспортную винтовую характеристику. Если сигнал от датчика хода рейки превысит сигнал функционального преобразователя, система открывает клапан, регулирующий подачу воздуха к грибному винту. Момент сопротивления винта уменьшится, и регулятор частоты вращения главного двигателя начнет уменьшать ход рейки топливных насосов до тех пор, пока сигналы хода рейки и функционального преобразователя не станут равными, что прекратит увеличение открытия клапана, который регулирует подачу воздуха к грибному винту. Регулировкой потенциометра на любом постоянном ходовом режиме судна за счет изменения подачи сжатого воздуха к насадке и, соответственно, коррекции упора грибного винта обеспечивается необходимая нагрузка главного двигателя. При этом фактически ход рейки топливных насосов главного двигателя равен расчетному значению, которое находится в квадратичной зависимости от частоты вращения грибного винта. Если оператор судна меняет частоту вращения грибного винта для перехода на другой скоростной режим, система также обеспечивает равенство хода рейки топливных насос расчетному значению, вычисленному по квадратичной зависимости от нового значения частоты вращения грибного винта. В случае же утяжеления винта система подает воздух, количество которого определено из условия отсутствия кавитации винта на всасывающую поверхность винта фиксированного шага, что приводит к уменьшению упора и соответственному моменту сопротивления винта за счет обволакивания воздушными пузырями поверхности грибного винта, что уменьшает количество контактирующей с винтом воды. Вывод. 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 и R134A с пропаном. Фактически можно выделить ряд положительных свойств именно смесей по сравнению с их компонентами, а именно такие положительные свойства, как значительно лучшая растворимость в компрессорных маслах, с смесей по сравнению с чистыми компонентами R125 и R134A. Ну и, конечно же, мы знаем, что пропан ровно так же, как и изобутан, и другие углеводородные газы, значит, они взрывоопасны. При смешении с альтернативными хладагентами значительно снижается их взрывоопасность, ну, фактически до нуля, в зависимости от того, какой используется состав смеси, то есть какая доля компонента R290 используется. И благодаря позитивным свойствам представленных смесей, значит, достаточно активно исследовались термодинамические свойства этих веществ, этих смесевых хладагентов. Вот получены различные данные, как в области пара, так и в области насыщения. К сожалению, в области жидкости мы не нашли данных, в общем-то и по сей день. Ну, значит, достаточно, в общем-то, того, что мы использовали данные для насыщенной жидкости. То есть, по большому счёту, переохлаждённую жидкость мы не включали в составление уравнения состояния, а как бы использовали данные для насыщенной жидкости, ну, и экстраполировали эти уравнения для расчёта свойств в области переохлаждённой жидкости. Значит, по методике Лемона и Якобсона были составлены единые уравнения состояния в экспоненциальной форме, которая описывает термодинамические свойства переогретого пара и насыщенного пара и жидкости. Значит, методика Лемона и Якобсона была предложена ещё в 1999 году и представляет собой уравнение состояния смеси как сумму идеально-газовой, ну, как бы идеальной составляющей для смеси и некоторой функции взаимодействия АЕ. Значит, функция взаимодействия, ну, идеально-газовая для начала, идеальная составляющая для смеси, она представляет собой сумму, ну, с учётом, конечно же, состава соответствующих компонентов, идеально-газовых частей компонентов, реально-газовых частей компонентов и слагаемого учитывающего состава. Функция взаимодействия АЕ также является экспоненциальной и включает в себя полиномиальную часть с коэффициентами АИТ и ЁТ и экспоненциальную часть с коэффициентами БИТ и ЁТ, причём и те, и другие коэффициенты получены на базе экспериментальных данных по соответствующим смесям в области пара и насыщенных парой жидкости. Омега и Тау являются безразмерными удельными объёмами и температурами, безразмерными относительными. Относительными, потому что они относятся к соответствующим псевдокритическим параметрам, ну, а псевдокритические параметры получаются с учётом критических параметров компонентов и состава смеси. Ну, и вес экспериментальных данных, который использовался при составлении данных о уравнении состояния, рассчитывается вот по приведенной зависимости 6, как вы видите, в соответствии с относительными погрешностями по плотности и по составу для экспериментальных данных. При помощи полученных уравнений состояния был выполнен анализ термодинамического поведения обеих смесей в состоянии фазового равновесия, жидкость, пар. И было выявлено, ну, вернее, не выявлено, а, в общем-то, принято, чтобы установки, холодильные установки работали наиболее эффективно, желательно, чтобы смеси были азиотропными. Азиотропными — это свойство, которое говорит о том, что при одинаковых давлениях насыщенного пара и жидкости температуры насыщенного пара и жидкости тоже являются одинаковыми как у пара, так и у жидкости, что характерно для чистых, для однокомпонентных веществ, и что, в общем-то, не характерно для смесей, потому что обычно у смесей температуры насыщенных пара и жидкости при одинаковых давлениях отличаются. Но у азиотропных смесей при одинаковых давлениях насыщения температура насыщения также являются одинаковыми. Это, конечно же, очень положительное свойство, потому что благодаря этому удается уменьшить разность температур между водой и воздухом и хладагентом при его конденсации в конденсаторе, и также разность температур между охлаждаемым объектом и испаряющимся хладагентом беспарительным. То есть очень положительное свойство. Ну и, соответственно, уменьшаются потери от внешней необратимости процессов теплообмена при конечной разности температур, которые, в общем-то, составляют порядка 60% всех потерь от необратимости цикла парокомпрессорной холодильной установки. Для анализа термодинамического поведения смесей в состоянии фазового равновесия был построен график зависимости давлений этих смесей от температуры и состава для четырех значений состава 0,2, 0,4, 0,6 и 0,8 мольных долей для чистых компонентов. Такая трехмерная диаграмма для смеси R125-R290 представлена на слайде. Значения на диаграмме лежат от 0,1 мегапаскаля, что, в общем-то, соответствует атмосферному давлению, и до критического давления. Изобара 0,1 изображена штриховой линией, а критические точки чистых компонентов, чистые компоненты, фактически вот желтая кривая и зеленая кривая, их критические точки в самом верху. Их критические точки и псевдокритические точки для каждого состава смеси соединены критической кривой 5 красного цвета, которую вы видите. Как можно видеть, из этой диаграммы смесь R125-R290 является азиатропной при концентрации 0,6. То есть это вот третий набор смесей, которые вы видите. Значит, об азиатропности говорит то, что голубенькая кривая, которая соответствует кривой насыщенной жидкости, и оранжевая кривая, они совпадают. То есть фактически у нас при одних и тех же температурах, как говорилось, давление насыщенных парой и жидкости тоже являются одинаковыми. То есть смесь ведет себя как чистое вещество, а значит является азиатропной. Это именно при составе 0,6, как мы видим. Максимальные расхождения между температурами парой и жидкости в состоянии насыщения мы можем замечать для состава 0,2. Это вот второй набор кривых. Как мы видим, здесь расстояние между голубенькой и оранжевой кривой наибольшее. То есть здесь, конечно, большое расхождение. И для того, чтобы точнее увидеть эти разницы, показаны диаграммы зависимости разницы температур на изопарах от соответствующего давления. Вот мы видим, что черным цветом, а это как раз и есть состав 0,6, соответствует минимальным отклонениям, вернее, не отклонениям, минимальным разницам дельта Т. Начиная от 0,1 мегапаскаль фактически до нуля. Ну, меньше, чем 0,1, здесь у нас, конечно же, чуть-чуть больше. И мы видим максимальное отклонение 8 Кельвина. Это как раз вот для состава 0,2 мольной доли. Вот это есть действительно максимальная анти, как это сказать, антиазиотропность, то есть фактически несоответствие азиотропному составу. Более, скажем так, чем состав 0,6, более приближен к азиотропному состав 0,8. Это четвертая зеленая кривая. Как вы видите, здесь максимум около 2 Кельвина получается разность между температурами насыщенных парой жидкости на изобаре, но не более. В основном, меньше даже. Аналогичная ПТХ-диаграмма была построена для смеси R134А, R2C90. Как мы можем видеть, она тоже является азиотропной, и азиотропным составом здесь является 0,4. То есть при этом составе у нас фактически вот на этой диаграмме совпадают кривые насыщенного пара и жидкости. Наибольшая разница для этой смеси при составе 0,8. Вот предпоследние кривые. И для более точной оценки аналогичные графики тоже построены в зависимости дельта Т на изобарах от соответствующего давления. Мы видим 0,4. Начиная от давления 1 мегапаскаль, здесь нулевая разница. Ну, левее от 1 мегапаскаля разница немножечко увеличивается. Все-таки тем меньше давление, тем оно, как говорится, прогрессирует. Ну и около азиотропным составом являются 0,2, синие кривые под римской цифрой 1. Остальные, ну, в общем-то, конечно, далеки. Поэтому в холодильной технике лучше всего применять именно составы 0,2 и 0,4 или около их. Вот фактически вот было нам и сделано такое исследование для этих двух смесей. Ну, благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы. Спасибо. Вы просто докладчику, пожалуйста. После того, как попали под запрет хлорсодержащий, в основном причиной смешения стало именно повышение эффективности хладагентов. То есть то, что однокомпонентные хладагенты, они все-таки недостаточно эффективные, ну, может быть, и достаточно эффективные, но все равно эффективность хочется повысить. Чем выше эффективность, тем экономичнее будет работать холодильная остановка, меньше размер агрегатов, меньше их мощность при той же самой фактической эффективности, допустим, как с малоэффективными хладагентами. Поэтому здесь, конечно, смешение, именно повышение эффективности. А вот с природными хладагентами все-таки такие природные хладагенты, как пропан, бутан, изобутан, они дают достаточно высокую удельную холодопроизводительность. Но вот у них такой негатив, они являются горючими, взрывоопасными, горючими. В частности, изобутаны очень широко, в общем-то, даже использовались даже в бытовых холодильных установках, холодильниках. Но если бы он где-то, допустим, были какие-то утечки, и он собирался в каких-то частях установки, велика вероятность взрывоопасности. Они взрывались, действительно были взрывы. И, в общем-то, в данном случае как раз вот с этими альтернативными хладагентами пришла идея их смешать, чтобы использовать их положительные качества, то есть достаточно высокую холодопроизводительность, но снизить их взрывоопасность и огнеопасность. То есть вот с таких соображений, да. А по стоимости, ну, надо полагать, что смесевой хладагент будет дешевле, если смешиваем пропан, это все-таки достаточно дешевое вещество, да. Вы знаете, по стоимости, к сожалению, я вам не скажу, потому что я не исследовал. Мы с термодинамической точки зрения, в общем-то, так мониторили всю эту информацию, как это получается, то есть смешение, как, значит, исследователи описывают по сравнению с однокомпонентами, как они с маслами смешиваются, как, в общем-то, термодинамические свойства, как в этой области обстоят дела. Экономическую сторону мы не оценивали, в общем-то. Ну, конечно же, для того, чтобы применять, нужно, в общем-то, оценить, согласен. Ну, я почему-то задал вопрос, что обычно, да, или это повышение эффективности, или снижение стоимости, да, то есть, вот что вы ставили во главу угла? Вы ставили во главу угла термодинамическую эффективность. Все, спасибо, я понял, спасибо за ответ. Хорошо, спасибо докладчику. Конечно, ну, так у меня, как бы, есть такой всегда традиционный вопрос в этом случае, там, который касается, насколько снижены термохладоэффективность вот этих вот сложных таких вот хладоагентов по сравнению с хорошо известным, например, 22-м, да, вот, Фортраном. Да-да, их нельзя, нельзя. Да, ну, проблема, что они под запретом, это понятно, ну, просто, насколько снижена эффективность. Дело в том, что вообще ситуацию с запретом или, ну, с запретом этих, это понятно, это уже конвенционное, да, такое установленное, да, закон, закон. А фактическое влияние их, например, на озоновый слой, там оно оспаривается, на какие-то другие вещи оспаривается. Но я хочу напомнить, что на нашей кафедре существует такое мощное подразделение, структурная единица на кафедре, которое руководит Александр Анатольевич Вассерман, и вот Валентин Павлович является учеником Александра Анатольевича Вассермана, у нас еще есть несколько человек, то есть это продолжение, это знаменитая школа термодинамики, которая имеет свои такие глубокие традиции, корни. Вообще, наша кафедра изначально была кафедра термодинамики, это вот в общем, такие, мы рады, что такое продолжение этого дела на нашей кафедре. Кстати, надо пожелать всем Александру Анатольевичу, чтобы он справился с недугом, сейчас он, надеемся, что все у него обойдется легкими проблемами. Вот, Александру Анатольевичу желаем скорейшего не то, что выздоровления, а прихода в себя, просто и все, надеемся, что это несерьезно. Так, пожалуйста, следующий докладчик заявлен, мы идем в другую сторону, вот следующий докладчик, это Александр Арчак, это сотрудник, наш старший преподаватель кафедры судовой энергетической установки и технической эксплуатации. Сан Саныч, вы готовы? Да, да, я готов. Роман Анатольевич. 10 минут, Сан Саныч, дослушаем вас. Очень-очень постараюсь вложиться в 10 минут, прежде всего, добрый день, уважаемые коллеги, хочу пожелать вам всем действительно крепкого здоровья, и представить вашему вниманию доклад на тему проактивное обслуживание турбокомпрессоров с паровым приводом. Еще в 60-е годы специалистами нашего университета, такими как Лапа Михаил Иванович и Рисович Анатолий Ильич, был проведен ряд исследований на турбоходах серии «Ленинский комсомол», типа «Ленинский комсомол», «София», «Крым», в области обслуживания турбоагрегатов, то есть те суда, где турбины выступают в роли главного двигателя. В то время был проделан колоссальный опыт, приобретен колоссальная работа по диагностированию, были разработаны датчики, рождались, так скажем, методы диагностирования турбоагрегатов, исследовались различные явления, нехорошие явления, которые рождаются в эксплуатации, такие как тепловой проги, протора, резонансные колебания и так далее. То есть все это является ярким примером того, какой серьезный внушительный вклад в то время был предпринят в качестве проактивных мер совершенствования технической эксплуатации судовых турбомашин. В настоящее время уже мы подхватили эстафету и возможность проведения подобных исследований представилась на стационарных турбокомпрессорах. Это турбокомпрессоры Одесского припортового завода в цех производства АМИАКа. В установках по производству АМИАКа центробежные компрессоры позиция 101, 102, 103 и 105G являются одними из самых ответственных нерезервируемых машин, обеспечивающих эффективность и безопасность всей установки. Схема представлена на рисунке принципиальная компрессоров. Надо отметить, что данные паровые турбины по своим мощностным параметрам, по параметрам рабочего пара вполне аналогичны и по конструкции аналогичны судовым турбинам. Постоянный мониторинг работы турбомашин производился на припортовом заводе. Росла база как материальная, так и техническая. В процессе эксплуатации последовательно внедрялись различные системы, в том числе системы мониторинга и диагностики оборудования. И в настоящее время используется современная система System One, разработка штатовской фирмы Bentley Nevada. сегодняшний день это фирма General Electric. Постоянный контроль вибрационного состояния компрессоров позволил перейти на обслуживание по фактическому состоянию. Частично, конечно, не полностью, но частично обслуживаются по фактическому состоянию механизмы. Впоследствии эксплуатации оборудования и вот такого комбинированного подхода, точнее, стратегии, объединяющей планово-профилактическое обслуживание, обслуживание по фактическому состоянию, перейти ближе к проактивному обслуживанию. И именно такая комплексная стратегия была реализована при эксплуатации 103-й машины турбокомпрессорного агрегата. Проактивное обслуживание представляет собой техническое обслуживание. Это подход, направленный на максимизацию срока службы оборудования, обеспечение максимальной возможности эффективности, надежности и безопасности за счет постоянной модернизации узлов и деталей, применения новых смазочных материалов, применения современных технологий обнаружения и подавления источников отказов и постоянное совершение технологии ремонта, обучения персонала, улучшения методов эксплуатации турбомашин. В широком смысле слова это предполагается совершенствование всех существующих систем технического обслуживания от технической документации обучения персонала и технологий ремонта до технической эксплуатации оборудования. Ниже представлены разработки нашей кафедры судовой энергетической установки и технической эксплуатации совместно с работниками припортового завода, которые были направлены прежде всего на повышение эффективности всей системы технического обслуживания. Они разбиты на несколько эпизодов, я кратенько пробегусь по каждому. Эпизод первый это появление теплового прогиба в прогретом состоянии без вращения волоповоротным устройством перед непосредственным пуском турбины. Из данных, полученных экспериментальным путем еще на судах Лапой и господином Рисовичем разность температур в верхней и нижней части корпуса достигала 10 и даже 15 градусов Цельсия. на припортовом заводе при пуске турбоагрегатов игнорировали эту разницу на первых порах, что приводило к тому, что у нас вот как на рисунке показано, появлялся тепловой прогиб ротора. естественно, это задевание при вращении проточную часть уже при непосредственном пуске турбины, износ уплотнений, износ подшипниковых узлов и так далее. То есть достаточно неприятное явление, которое легко можно уйти применяя валоповоротное устройство, либо страгивая ротор паром, то есть вращение ротора при прогреве оно становится обязательным. В связи с этим был проведен инструктаж операторов цеха и доработанные инструкции по пуску паровых турбин. Следующий эпизод касается расцентровки. В компрессоре 101J дважды были поломки зубчатых муфт, расположенных между турбиной и компрессором низкого давления. На нижней фотографии мы видим корпуса. На этих корпусах была установлена современная лазерная система Permalink. Кроме того, был проведен ряд исследований термических деформаций опор самой машины и в результате проведенной работы было выявлено, что расцентровка достигает 0,9 миллиметров при допустимой 0,1 миллиметра. после корректировки программы центровки валов в холодном состоянии с учетом дальнейшей деформации опор был получен уровень вибрации соответствующей состоянию хорошо во время эксплуатации, то есть при прогретом состоянии во время эксплуатации турбомашины. еще один эпизод третий эпизод это после проведения модернизации 103 машины там большая работа была проведена замена была активного ротора на ротор реактивного принципа действия и после пуска турбоагрегата во время работы уровень вибрации параметры работы агрегатов находились постоянно в значении хорошо то есть хорошая вибрация при плановом вскрытии выяснилось что на упорном подшипнике и также в принципе и на опорных подшипниках но прежде всего упорный подшипник имелись натиры которые характеризуют касание ротора бобита при пригаре масла на поверхностях подшипника и естественно начали разбираться ситуации что же получилось какова причина ну дело в том что сама конструкция 103 машины подразумевает то что после прекращения подачи пара создавалось давление от компрессора газом и ротор начинал во первых быстро тормозиться это примерно 5 секунд потом осевое усилие рожденное при подаче пары естественно с отключением пара исчезало и вот это противодавление газа раскручивало ротор в обратную сторону и длилось это примерно до 5 минут естественно при обратном вращении невозможно было организовать качественный процесс смазки деталей появлялись натиры зоны пригара на подшипники хотя во время эксплуатации этой картинки видно не было но не буду углубляться там еще имели место во время останова автоколебания связанные с появлением осевой силы когда турбина превращалась в осевой компрессор и как бы начинала толкать ротор опять в правильную сторону вращения вот было предложено принять ряд конструктивных мер по настройке клапана на напорном участке сжимаемого газа для того чтобы убрать данную картину при останове турбины еще один эпизод при переходе на подшипники нового производителя фирма ТРИС появилась вибрация характеризующая вибрацию на масляном слое при измерении диагностических параметров подшипника было проведено тризовцами целый ряд испытаний 15 пусков машин где подбиралось и количество вкладышей и изменялась конструкция подшипника для того чтобы убрать вот это присутствие в спектре масляной вибрации в результате на сегодняшний день 103 машина работает в категории вибрационного состояния хорошо либо удовлетворительно технологический момент еще в 2004-2005 году по результатам анализа работы 103 машины был сделан вывод что турбина не набирает проектную мощность для достижения которой не хватало примерно 40-50 тонн пара в час как выяснилось при изучении технической документации анализе конструкции построением диаграммы открытия сопловых клапанов выяснилось что клапан не открывался до конца четвертый клапан и это было связано с тем что турбину скорее всего проектировали в качестве привода электрического генератора где необходимо был небольшой 10% запас мощности в результате проведенных расчетов и перенастройки агрегата мы получили еще 10% мощности что дало заметный результат в производительности турбокомпрессорного агрегата еще один эпизод это касается модернизации зубчатых муфт дело в том что при работе зубчатых муфт в паре зуб зуб наблюдалась недостаточная смазка полумуфты работали зубья полумуфт в средней части работали больше в области масляного тумана соответственно происходил повышенный износ трещинки было предложено вариант модернизации муфт заглушка отверстий и перенаправление потоков смазочного масла с целью улучшить смазку зубчатых передач во время эксплуатации выводы по нашему опыту первое необходимо конечно же стремиться к проактивному обслуживанию серьезных мощных агрегатов есть недостатки такого вида обслуживания это конечно же надо очень гибкая организационная система и постоянно принимать оперативные решения и внедрение ряда мероприятий направленных на улучшение обслуживания агрегатов но достоинства несравнимо больше максимальное увеличение межремонтного периода за счет подавления источников самих источников отказа то есть факторов которые можно было не учесть при проектировании не учесть при эксплуатации механизма использовать конечно же прогрессивные технологии технического обслуживания ремонта и восстановления деталей с правой стороны на графике мы видим экономическую составляющую то есть при использовании проактивного технического обслуживания затраты естественно уменьшаются на содержание вот и что хотелось бы подытожить то что в любом случае структурные функциональные составляющие обслуживания агрегатов которые мы участвовали на припортовом заводе основное конечно же это вибрационные тепловые тепловые составляющие нашей работы все это в виде системы в виде методологии проактивного обслуживания можно перенести и на силовые установки судов например вот танкер LPG у него в качестве главного двигателя установлена турбина мощностью 30 тысяч киловатт на припортовом заводе мощность 103 установки составляет 32 тысячи киловатт то есть они очень похожи по мощности по параметрам получаемого пара конструктивно схожи агрегаты и как в свое время с опыт перенесенный с судов на припортовый завод на установки припортового завода господином Лапой Ирисовичем так на сегодняшний момент опыт полученный на стационарных установках припортового завода можно перенести и на судовые силовые установки в том числе спасибо за внимание доклад окончен спасибо докладчику спасибо вопросы есть докладчику развернутый доклад спасибо надеемся что на судовые установки это окажет какое-то положительное влияние там тем более знаем что под волнением там еще гнезд совал там наверняка будут какие-то актуальные вот какие-то улучшающие технологии там еще работает то что изгиб идет постоянно изгиб вала работа уплотнения это да там оно будет во главе угла и резонансные колебания это только маленькая часть того что можно перенести у нас есть опыт разработки стандарта предприятия по вибрации то есть в принципе достаточно большой опыт накоплен и главное этот опыт не терять модернизировать и постоянно как бы искать методы улучшения эксплуатации технической эксплуатации установок и двигаться вперед спасибо у нас следующий доклад господин Коробко сейчас я явлю результаты доследжений и перспективы выкористания термоакустичных технологий у судновой энергетики национальный университет корабля буддевания имени адмирала Макарова Миколаев прошу добрый день участникам конференции прошу понимание мой доклад добрый день вашему вниманию результат по доклад делается по результатам моей дистанционной работы но в таком очень сокращенной всем нам известны вот эти зависимости которые в общем-то регламентируют работу судовой энергетики проектантов эксплуатационщиков единственное зачем я хотел обратить внимание то что сменилась парадигма проектирования эксплуатации судовой энергетической установки по сути дела говорят сейчас уже в публикации что совершенно неважно экономичность экономичность это относится к затратам владельцев а будьте добры обеспечить вашу экологичность то есть у вас должно быть все green технологии у вас должно быть абсолютная минимизация выброса так называемых green house газ и отсюда уже появляются те проблемы которые приходится решать эксплуатационщикам и проектантам вот вашему вниманию предлагается слайд на котором показаны перспективы как себя видит фирма ДНВ веритас как она видит в себе расходы те виды топлива которые будут использоваться на судах они прогнозируют значительное увеличение метана использование ЛНЖ газа и снижение всех нефтесодержащих газов но к сожалению получилась такая вещь это уже предыдущие подохлады говорили что использование метана на судах судовых аналитических установках в дизелях привело к тому что вот появился метан слип он в общем-то и был и все знали что это такое есть но все дело в том что метан оказывается в краткосрочной перспективе его оценивать то его вред для окружающей среды намного больше чем СО2 и по сути дела на тех судах где стоят двигатели у которых есть чуть-чуть увеличенные вот это несгорание метана они производят гринхаус газов даже больше чем если бы они работали на обычных сортах топлива нефтяных и плюс значит появляется теперь тенденция такая опять же в предыдущем докладе было что возможен будет переход на такие сорта топлива как аммоний они полностью carbon free и особенное преимущество аммония в том что это в общем-то единственный наверное источник возможности сохранить эффективно хранить электроэнергию от возобновляемых источников от ветряной энергии от солнечной то есть это реально можно энергию хранить в виде топлива и вот возможно это придет к тому что на судах они действительно будут широко применяться тем более все компании объявили что в 2023-2024 году обе компании MAN и NETGD сказали что они такие двигатели ставят на стенды дальше использование вот этих криогенных топлив новых и новых эффективных двигателей приводит к чему у нас снижается температура вторичных энергоресурсов ведь как мы можем экономить топливо только за счет того что мы во-первых экономно расходуем во-вторых утилизируем все что сбрасывается все сбрасыванное тепло двигателя которое мы можем и мы утилизируем и тем самым уменьшаем общее потребление топлива так вот такая вещь что все видят эту тенденцию что с уменьшением температур к сожалению наши технологии имеющиеся они пропадают их преимущество исчезает и появляются новые вещества вот если мы на новые тепловые потоки начинаем работать на ЛНЖ у нас появляется тепловой поток который можно было бы использовать с потенциалом 111 кельвина если мы работаем на аммиаке будет минус 33 цельсия то есть возникают такие вещи которые еще можно допустим увеличить эффективность использования вот этого низкопотенциального тепла с помощью энергогенерирующих технологий то есть мы должны произвести максимум энергии из того топлива что мы потребили на суде и термоакустические технологии могут нам в этом помочь вот на данном слайде показана в общем-то ситуация достаточно знакомая это анализировались существующие в эскет рекавери системы на судах вот типичная схема известна на всем по мере того как меняется качественный состав и количественный состав сбросного тепла мы можем говорить что некоторые компоненты из нее будут исчезать некоторые вообще не могут появиться и вот в самом оптимальном виде вот эта установка полностью она максимум экономию обеспечит 10% вот она оценивается снижение температуры отходящих вторичных ресурсов придет к чему что установки работающие на цикле Ренкина традиционным вот у нас они становятся неэффективными мы их трудно использовать и вот замену приходит цикл Ренкина на органических теплоносителях опыт есть на судах установлено я лично нашел на двух судах вот на одном вид не показано и на одном из судов Майерс филме были поставлены ОРСИ системы Ренкина на органических теплоносителях но мы видим их характеристики что вес получается на уровне даже больше намного превышает дизель-генераторы при том что мы получаем вот эту вот недостаточно высокую эффективность ну хотя при таком температурном потенциале это нормально но вес достаточно большой и в свою очередь это ведет к тому что масса установки будет больше значит дедвейт судна по сути дела то что у нас остается на груз у нас будет уменьшаться то есть не очень выгодное решение и термоакустические технологии позволяют предложить решения с большей более экономичной менее массогабаритной их можно использовать на судах и по сути дела это явилось побудителем стимула к моей работе появился как известно запад практики сформулированы были задачи вот они все указаны показано название диссертации которая сейчас существует развиток науково-технических основ утеряризации теплоты и показаны здесь основные результаты я не буду на них останавливаться просто мы пройдем дальше по презентации была предлагается вот такая схема разработана а все слышно меня нормально да да все хорошо у меня какие-то появляются написи отодвиньте окно может не видно что-то непонятно предлагается вот такая универсальная схема термоакустической награнилирующей системы что мы можем иметь мы если мы имеем любые джерела зовнишней энергии это все равно для нас от для 80 градусов до 300 градусов это не в предел то есть мы можем любые источники энергии высокого потенциала использовать это внешние и можем использовать нижний потенциал это окружающая среда или криогенные средовища вот эти криогенные топлива их потенциал и вот в этом потенциале мы можем применить термоакустическую машину для преобразования вот этой теплоты в таком температурном диапазоне в том чтобы получить акустическую волну а в дальнейшем мы ее используем либо на турбогенератор получить энергию либо на тепловой насос как нам будет это выгодно в данном случае я рассматриваю вопросы энергогенерирующих установок то есть нагрузкой для термоакустической машины единственным потребителем акустической волны у меня рассматриваются турбины которые могут работать в пульсирующей среде дальше была разработана математическая модель которая состоит из трех блоков это балансовая которая позволяет оценить балансы теплоты теплоносители их физические свойства количество в зависимости от режимов ну в общем свете она понятна вот она применительно к судам я использую основной источник информации это программные продукты фирм вот NetGD и SES известные программные продукты которые позволяют в онлайн режиме получить самые последние данные по температурам которые выдает фирма используется стандартная как стандартная для термоакустики модель линейной термоакустики разработанная лас-аламовской лаборатории и существует открытый пакет дельта ЕЦ который позволяет ее реализовать просчитать все акустические параметры акустического среды параметры акустической волны мощностью непосредственно термоакустической машины и дальше имея эти акустическую мощность ее распределение по длине аппарата можно найти место где поставить турбогенератор работающий импульсной двухнаправленной турбины то есть произвести ее расчеты в конечном итоге мы получаем оценив возможное наличие вторичных энергоресурсов которые свободны которые может дополнительно использовать наша машина мы получаем дополнительную мощность которую генерирует термоакустический турбогенератор и в сумме с мощностью энергетической установки у нас получается суммарная мощность энергетической установки то есть за счет термоакустики и мы можем снизить потребление топлива и получить дополнительную энергию. Работа двигалась по двум направлениям. Если мы берем энергию от судовой энергетической установки, сбросную энергию, то у нас появляются промежуточные теплоносители. И хотим мы или нет, эти промежуточные теплоносители должны тепло передать в термоакустический аппарат. В термоакустическом аппарате единственным элементом, перебразующим теплоту в акустические колебания, является пористая мембрана, которая зажата между двумя теплообменниками. Если этой теплообменнике нагреватель отдает теплоту, матрица ее преобразует в акустическую энергию, а остаток теплоты отводится холодильником, то хотим мы или не хотим, а это получится, мы получим с вами неравномерное распределение температуры по поверхности теплообменника. Учитывая, что эти теплообменники будут достаточно с большим фронтальным размером, это само свойство термоакустической системы, это плоские, с большой поверхностью теплообменники, хотим мы или нет, у нас возникнет значительная неравномерность температуры под длине теплообменника. Никакими конструктивными мерами мы ее не уберем. И вот в данном случае экспериментальные данные в основном и вся математическая модель термоакустики построена в линейной аппроксимации, то есть имеется в виду, что параметры могут меняться только вдоль оси термоакустической машины, температура меняется только в пределах матрицы, везде она дальше постоянно, и самое главное, что фронт волны акустической представляется плоским. А на самом деле теперь, если мы будем смотреть на матрицу, то мы увидим, что через матрицу будет происходить в каждой точке поток акустической энергии и поток вещества, имеющий разную температуру. У нас не будет плоского фронта. Вот это уравнение показывает прирост акустической энергии в элементарном участке матрицы. Вот эти два члена, они у нас, это диссипативно, они связаны с потерями релаксационными, вязкостными, они остаются постоянными. А вот этот член, вот этот главный, вот он расписан здесь, он является, как бы, это есть генерирующий слагаемый. Он показывает нам, если этот слагаемый больше нуля, то наша машина работает в виде двигателя, вырабатывает акустическую энергию. Если меньше нуля, будет энергию употреблять. Энергия акустическая характеризуется произведением ПНРУ, а вот этот коэффициент G, это и есть коэффициент преобразования акустической энергии, который является функцией от геометрических параметров и физических, от которых не влияет температура. И вот температурный комплекс, вот он. Если модель линейная, как принято в термоакустике, значит этот комплекс одномерный. Если мы имеем теплообменник вот такого вида, перекрестноточный, то у нас он никак не может быть равномерным по плоскости теплообменника. И вот в данном случае была построена математическая модель, которая учитывает неравномерность поля температур по поверхности перекрестноточного теплообменника, как оно влияет на распределение температур и соответственно коэффициент усиления и на коэффициент генерирования акустической мощности матрицы. И в результате вместо двухмерной модели мы получили, вреди одномерной модели, мы получили двухмерную модель, которая позволяет нам оценить, насколько уменьшится эффективность, вернее, получить реальную эффективность термоакустической машины при работе ее в системе энергосбережения, где у нас теплообменники работают от транспортных теплоносителей, которые приносят нам теплоту от внешних источников. Модель позволяет оценить, насколько наша термоакустическая машина будет хуже, скажем так, чем идеальная машина. Это раз. Во-вторых, она позволила явно показать пути решения этой проблемы. Если рекуперативный теплообменник, любой, сделает перекос температур, значит, надо использовать теплообменники на основе фазового перехода. То есть, использовать энергию фазового перехода, в этом случае у нас температура по поверхности теплообменника становится близкой к равномерной. И получается максимально эффективно используется теплота. То есть, по сути дела, мы ввели понятие идеального теплообменника, вот это идеальный, и вот случай распределения в реальном теплообменнике, где мы теряем энергию. По расчетам мы можем потерять до 30% эффективности по сравнению с линейной теорией термоакустики. И так и есть, потому что большинство экспериментальных установок делалось с электрическими нагревателями, где плоский фронт на небольших установках, маленькие, небольшие экспериментальные установки. Электрический нагреватель обеспечит плоский фронт температуры, и все прекрасно работает. Когда появилась вот установка, голландцы сделали реальную установку, то по их расчетам она должна была выдать одну мощность, получилась мощность на 20-25% меньше. Наша модель как раз и показывает, что действительно проблема вот с этим. Вот мы их теплообменник промоделировали, получили эти результаты. И следующее направление нашей работы было, связанное опять же с неоднородностью, с тем, как эффективно преобразовать акустическую энергию. Вот мы ее получили, допустим, с термоакустической машины, оценили, сколько мы ее реально можем выработать, а теперь ее надо эффективно переработать. Предлагается использовать импульсную турбину. Вот импульсная двунаправленная турбина при работе в термоакустической машине, она вызывает вторичные течения, которые нам снижают ее эффективность. Это было установлено непосредственно в ходе экспериментов уже на модели, и дальше в ходе численных экспериментов, расчетов мы показали, что действительно при наличии вот таких пульсаций возникает вторичные интенсивные течения, которые уменьшают эффективность этой турбины. Соответственно, предложены были численно просчитанные, экспериментально проверенные решения, как можно уменьшить эти явления. И в результате удалось, в общем-то, достигнуть определенных эффектов и просчитать экономичную эффективность использования термоакустических систем в судовых аналитических установках. Вот просчитано, значит, для двух судов с двигателями фирмы MAN и Bormister One ожидаемая эффективность от использования нашей системы. Вот, за счет регрессификации ЛНЖ топлива можно получить вот такие приросты энергии криогены. То же самое у двигателей с ЛНЖ системами. Суммарный прирост экономической энергии выработанной с помощью термоакустической системы оценивается, вот вы видите цифры, 5,4 и 3,8 мегаватт. Вот были разработаны системы регазификации топлива, ЛНЖ, которые можно, надо будет использовать на судах. Для ЛНЖ топлива, для аммиака просчитаны те энергетические потоки, которые могут быть здесь реализованы с помощью термоакустической системы. И все это позволяет надеяться, что использование термоакустических систем в составе судовых энергетических установок, в составе промышленных установок энергетики, возобновляемой энергетики, в установках малой мощности, они достаточно эффективны и в настоящий момент вполне практически реализуемы. Ну и общие выводы по диссертационной работе по всему этому, в общем-то, здесь предлогу показаны. В принципе, доклад закончен, старался, чтобы было побыстрее. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо за доклад. Очень интересный эффект. Я видел этот эффект сам лично, когда был в Николаевском университете кораблестроения. Я хочу запросить всех присутствующих. По-моему, все желающие сделали доклад. У нас еще был заявлен доклад Чешкала, но его уже нет, я так понимаю. У нас завтра продолжается секция, только секция номер 2. И в докладчике будет в секции номер 2 ведущий будет Дмитрий Николаевич Решетков, ведущий секции номер 2. Может быть, появятся еще какие-то доклады, которые найдутся с нашей секции. Они тоже могут быть заявлены завтра и доложены тоже завтра. Сегодня я хочу поблагодарить всех за участие, поблагодарить всех докладчиков за большую работу, за интересные доклады. Представляю себе, как вы готовились, как много вы потратили своего времени, трудов. Всех поблагодарить за участие. Надеюсь, что участие в конференции было полезным и интересным для всех. Спасибо всем. Всего хорошего. Спасибо, до свидания. Спасибо, все было очень здорово. Спасибо, до свидания. Роман Анатольевич, большое спасибо. Всего хорошего, да, спасибо. Завтра в 10 открывается вторая секция. До встречи. Всего хорошего. До свидания всем. До свидания. Продолжение следует...